Во-первых, нынешнюю осенью депутаты несколько раз собирались на внеочередные заседания, вопросы которых так или иначе были связаны с расторжением контракта с главой администрации округа Игорем Оленевым. Кроме того, имел место факт несостоявшегося заседания из-за отсутствия кворума, что для Саладинской думы не характерно. Но 1 октября трое народных избранников – Василий Добротин, Дмитрий Подсекаев и Александр Киндышев – в нарушении регламента думы покинули заседание без формулирования причин, тем самым лишив возможности своих коллег по местному парламенту провести заседание. На утро следующего дня на вновь созванный депутатский сбор, совершивший демарш, пришли, и все вопросы повестки дня были рассмотрены. Дума выполнила план по рассмотрению вопросов и на очередном заседании 15 октября. Говоря об организационных направлениях обсуждаемых вопросов, следует отметить, что депутаты единогласно освободили от обязанностей председателя депутатской комиссии по социальной и молодежной политике Василия Добротина, который за полтора года своего депутатства так и не приступил к реальному исполнению обязанностей руководителя думского формирования. В основной повестке дня значились вопросы, связанные с изменениями документов, регламентирующих управление муниципальным имуществом, формирование заработной платы у педагогов, работающих в сфере культуры и утверждение положения об оплате труда будущих сотрудников нового муниципального учреждения «Гражданская защита». Депутаты приняли ряд решений по вопросам землепользования и благоустройства. В информационном статусе заслушаны сведения о готовности города к зиме и ходе строительства школы номер один. В разделе «Разные народные избранники» уточнили порядок их участия в процессе подготовки бюджета Верхнесолдинского городского округа на 2015 год.